здравствуйте товарищи сегодня у нас продолжается турнир формате 2 на 2 у нас очередной бой в этот раз у нас встретились команда пул и катафалк обе команды представляют содружество из гейт танки у нас были определены как бы жеребьев когда то есть вычеркивали абрамс и к 2 что у нас делают команда у нас команда катафалк который красные сейчас едут по стандарту по центру а у спартанец и сакеши он же команда кстати вот спартан сейчас засветился они у нас играют от завода до верхней части завода и ребята видят то что команда рамзес и лунный гонщик у нас заходит непосредственно к ним в тыл и они готовы их встречать рамзес у нас получается кешик тоже обмениваются выстрелами ну слушайте в рамзеса здоровье на 1000 а значит у сакеши стоит пушка 140 миллиметровая судя по всему или нет а на ну да а вот у рамзеса дуплет получается и поэтому такая разница в уровне ну команда друг друга видят пока светится только сакеши кстати интересный момент его пересвечивает он упирается в вагоны но он прикрыт камнем стояла у нас такое небольшое давайте посмотрим со стороны команды это фалк так у нас перестали светиться ребята суетятся думают как же им поступить сакеши засвечивается краем танка ну и ситуация по того потому что если поезд вперед одна из команд они будут непосредственно перед прямой стоять кидает дым и дымами пользуются команда и перегруппироваться сакеши подходит ближе спартанец тоже двигается а вот команда катафалк остается на своих позициях ага сакеши еще назад отъехал и суть по всему спартанец будет у нас объезжать ага еда из и сакеши у нас упал а начальник спорта так ребята из команд катафалк обещает что что-то знают и лунный гонщик готов принимать ага он засвечивается как и спартанец спартанец срывается а где сергей как бы сейчас спартанца у нас бы не уничтожили но пока лунный гонщик получает урон ситуация восстанавливается даже спартанец получил больше отлично лунный гонщик в минус спартанец у нас убежал и теперь надо в два ствола аккуратно расстрелить только ли бортом не над бортом только не на вами над бортом и над бортом но мне кажется даже и сейчас спартанцы заберут сакеши у нас ну вот кстати забрал его рамзес сакеши просто при а зачем ты его отпустил сергей зачем ты его отпустил ну тогда ладно стреляй по нему фугасами давайте кстати на него переключимся стреляй фугасами ой фугасами у вас да 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 фугасами да кумулями и мулями стреляй и собственно чем он и занимается рамзес на это ли про кому ли но дело в том что у него пушка то 120 миллиметровые его кумулятивный снаряд наносит меньше урона у него зарядка быстрее так у сергея сломалась усеница но мне кажется даже если сейчас эту карусель этот клинч у нас из как бы он прекратится все-таки сакеши более выгодно положить потому что у него ну почти целый ему просто не надо выпускать рамзеса и просто застрелить а кстати он еще может получить нет а страна почему он не получил на полный урон или не стрелял грома ну и да вот сергей он же сакеши у нас непосредственно добирает представителя другой команды данном случае первую катку у нас выигрывают команда ну небольшой такой момент вот я сейчас записываю этот бой мы там вопросу ну команду выиграли а вот команду катафалк мы им проиграли и в принципе команды равны то есть все зависит от умения играть на различные техники и именно индивидуальный скил именно на определенной технике показывают умение одной команды и как бы превозмогания одной над другой так вот они результаты были на вашем экране давайте спросим готовность да и кстати в прямом эфире записываю к вопросу так готовы запускаем второй бой теперь у нас красненький и спартанец и сакеши а синенькие лунный гонщик и рамзес и посмотрим поможет ли им смена сторон на самом деле я считаю что смена сторон это не принципиально в стороны вот именно на этой карте равны что здесь что там ну там уж какие-то небольшая разница есть но это не критично как у нас поступят команды команду пол не обязательно вообще идти в рашу идти вперед потому что их устраивает даже ниче но две команды несутся вперед по центру как они именно расставиться будут двоем по центру или будут как-то пытаться обойти а вот как раз таки спартанец пытается заехать через центр рамзес едет на центр а лунный гонщик как-то тормозит и сакеши кстати с той стороны и как бы сейчас карусели не получилось бы интересно и рамзес ну-ка получит он интересный привет не получит да он получил слушайте существенную косарь спартанец ой 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 это это возможно ошибка потому что сокоманник то только сейчас появляется но в принципе дозволено он может уйти и ребята фокусе от лунного гонщика ага гусеница ломает лунному гонщику а нет не гусениц ломает это я лагаем его кончика забирают у нас рамзес если сейчас сможет поломать спартанца ситуация не такая очевидная на самом деле так ну правильно сакеши едет вперед но ломает он гусеницу чиниться ломает гусеницу рамзесу чиниться рамзесу над попытаться стрелять по спартанцу они по сакеши пока танкует незначительные есть потеря дамага а вот теперь уже нет уже значительные так пытается уйти на песчанку ай как бы в паровозик ты не врезался но это не спасет мне кажется его то что он врежется папа а сакеши то подставился надо спартанцу ехать выручать своего товарища ну мне кажется с 2 с 2 стороны ну да ну и что же команда пул выигрывает честно без проблем переграв команду катафал собственно рискнули победили но рискнули осознанно да то есть с тем вариантом что спартанец у нас пошел вперед и непосредственно имел место для отхода и время самое главное значит так ну чтож команда полу нас побеждает 20 вася ты тут команда пулу нас 20 выиграет что команда хозяева тайги проиграли команде катафал потом хозяева тайги выиграли у пула а теперь пулу выиграл у катафал интересный такой момент на этом ребят я с вами попрощаюсь спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал с вами был старый стритяговод до свидания товарищи